Это, наверное, была та минута, когда мы стояли трое, я, Людмила Турищева и Тамара Лазакович на пьедестале почёта, когда играл наш, наш гимн Советского Союза. И мы прямо рыдали от счастья, от радости. Это было такое счастье, я даже не могу передать вам. После соревнований мы долго не могли заснуть, мы не могли вспомнить, как это было, за что нам аплодировали. И намного позже я поняла, что это значит быть олимпийской чемпионкой. Высокие спортивные достижения наших девушек-мастеров гимнастики на Олимпийских играх в Мюнхене были отмечены правительственными наградами. Орден «Знак почёта» был вручён Ольге Корбук, заслуженному мастеру спорта СССР из Гродни. Почти весь город встречал меня, на вокзале играл оркестр, и я только издалека видела своих родителей. Орден Абилановича я вообще не видела. Где он спрятался, не знаю. Когда дошла только к машине, в которой я должна была ехать, у меня были цветы. И я из всей толпы где-то видела его лицо. Я впервые видела счастливым его. Я не знаю почему. Я сразу подбежала, отдала ему цветы. Но как-то я не привыкла к тому, чтобы... Вот мы вообще с ним как-то не привыкли, что вот поздравляем. Потому что у нас как-то... Вот я привыкла смотреть в будущее, что я ещё не добилась того, что я хотела. После Мюнхенской Олимпиады новых встреч с искусством Ольги Корбута и её подруг по команде ждали любители гимнастики многих стран. Зарубежное турне советских гимнасток вылилось в подлинный триумф советского спорта. После поездки в Америку, там открылось несколько сот новых гимнастических клубов, носящих имя Ольги Корбут. И вот Ольга снова в Гродно. Много делал студентки педагогического института. Нелегко распределять свой рабочий день так, чтобы времени хватало на всё. И для занятий в институте, и для тренировок в гимнастическом зале. Алло? Ой, мама. Я буду отдыхать. А потом приеду перед тренировкой. Так можно? Да. Да. Ну ладно. Я приеду. После Олимпийских игр Оля много ездила по миру. Принимала поздравления. Так что тренироваться было очень мало времени. Выступила в универсиаде, она выступила за старыми комбинациями. Выступила посредственно, можно сказать. Хотя и завивала там пять золотых медалей. После универсиады стало ясно, что нужно срочно добавлять в комбинации какие-то очень новые оригинальные элементы, потому что зрители от нее ждут чего-то нового, необычайного. Она вообще не любит учить новое. Когда я только сказал ей, вот Оля, будешь учить такой элемент. Она мне говорит, что придумали, вот так и учите сами. Я уговорил попробовать. Ну она попробовала на брусьях его, потому что после универсиада через два месяца ей необходимо выступать на первенстве в Европе. Вот как ее воспринимают в теле, я не знаю. И как она все его сделает, тоже неизвестно. Может сделать и хорошо, а может и сорваться с него. И вот он, лондонский чемпионат Европы. Первое крупное международное соревнование гимнасток после Олимпийского Мюнхена. Новое испытание творческих поисков Ринальда Кмеша и Ольги Коппет. По правилам этих соревнований от каждой из страны в них могут участвовать лишь две спортсменки. В Лондоне представляет Советский Союз в борьбе за высший европейский титул доверена его обладательница Людмиле Турищевой и Ольге Корбот. Все ждут, конечно, от Ольги Корбот только отличного выступления. Памятая о том, какую программу она показала в Мюнхене. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ По-моему, это было прекрасное выступление. Как раз, в общем-то, этого и ждали все восемь петель зрителей, которые сегодня пришли посмотреть выступление гимнастка. Да, то было действительно замечательно выполненное упражнение. Но к общему огорчению, единственным, в котором Ольга сумела выступить в полную силу. Все больше и больше стал сказываться вроде бы небольшой ушиб ноги, полученный во время тренировки. Было больно. Ольга понимала, что уже не может рассчитывать на очень высокие результаты. Но она не сдавалась. Она продолжала борьбу. Внимание! Корбут готовится к прыжку. Прыжок не состоялся. Ольга выбыла из борьбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова